Загибание углов Давайте зайдем в фильтр И откроем плагин Называется он AVBROS PageCore Pro Давайте откроем И Давайте по умолчанию Настройки установлю И вот что из себя Представляет окно плагина В левой части мы видим Окно где мы можем В реальном времени просматривать все изменения Которые мы делаем Здесь достаточно большое количество опций О которых я вам сейчас вкратце расскажу Существует два типа угла Такой плавный И вы можете Создавать вот такой вот эффект Такого гнутого угла Давайте переключимся Обратно и можете Угол менять Так же как Собственно и с Таким вот типом угла Давайте я Переключусь обратно В Скругленный тип И вы так же можете указывать Здесь направление Direction Видите Можно Загибать его вверх А можно загибать его Под фотографию Смотрите Вот так вот Здесь вы можете указывать Уровень скрученности Видите радиус А так же указывать Положение Откуда начинается скручивание Видите С одной стороны Либо со второй стороны Давайте в нейтральное Поставлю положение И есть еще дополнительная Опция Скрученность То есть Насколько у нас Скручен Этот загнутый уголок Следующая Опция Которая вам Позволяет Смотрите Если мы нажмем на вот эту кнопочку Она позволяет Добавить сюда Давайте нажмем на Add Еще Один угол Видите И можем между ними Допустим Переключаться Смотрите Выделили один Подредактировали Все что нам нужно Выбрали второй То же самое Подредактировали Как-то его Еще один можете добавить Смотрите Когда Вообще Активный угол Видите Он отображается Зеленым цветом Если это красный Значит Мы заплыли на еще один угол И Мы не можем Редактировать Второй угол То есть Мы можем отдельно Смотрите Видите Немножечко красного Если мы У второго уберем Поменьше угол И у первого уберем Сделаем Чтобы они не заезжали Друг на друга Допустим Вот так вот Видите То есть Второй автоматически Опускается по своим параметрам Точнее третий Видите И у третьего Теперь нету Этой красной области Давайте закроем И Перейдем К следующей кнопке Это Трансформирование В Трехмерной плоскости То есть Видите Мы можем Поворачивать Таким образом Фотографию Также Вы можете Ее Вот так вот Поворачивать По своей оси Выберем 0 0 И 90 По умолчанию Все установим И закроем Следующее Следующее Это у нас Освещение Идет Вот следующая Кнопочка Это третья Здесь Вы можете Выбирать Освещение То есть Переключаться Между Видите Простым Простым Отображением И Развернутым Отображением Опций Можно Менять Угол Два раза Классно Вы можете Еще добавить Какой-то Источник Давайте Поменяем Вот так Между Источниками Света Можете Переключаться И Редактировать Его Вот видите Вот здесь Вот И так далее С остальными Опциями Познакомимся В следующих Уроках Давайте Я закрою И Последняя Опция Которая Вам позволяет Я не буду Сейчас на ней Останавливаться Она просто Позволяет Вам Придать Рельеф Изображению Давайте Применим Смотрите Какие Получились Уголки Смотрятся Достаточно Неплохо И У меня Есть Файлы С сайта Производителя Плагина Давайте Я Вам Покажу Вот эту Вот Картинку То есть Это Картинки Примеры Которые Были Созданы При помощи Этого Плагина Исключительно Смотрите Они Имели Такую Вот Такая Исходная Была Простая Картинка И при помощи Плагина Видите Какого Эффекта Добились Давайте Еще Парочку Покажу Вот Еще Пример Двух Страниц Которые Были Вклеены В Журнал И Отпозиционированы В трехмерной Узкости И Последнее Видите Как Из Простого Листа Можно Сделать Вот Такую Брошюрку Ссылку На Плагин Вы Можете Найти Точнее Не на Сам Плагин На Сайт Производителя Вы Можете Найти На Странице Данного Урока И Скачать Демоверсию Посмотреть Ознакомиться Продолжение следует